Мы не изменилися, и в этом наша сила. Смерека. Сила быть собой. Кому война, кому и мать родная. Как уберешь свое жилье от воров? Среди бела дня, подогнав бус, вынесли всю мебель. Спасет ли от злоумышленников дорогой замок? Откровение того, кто их постоянно открывает. Полторы минуты. До десяти минут. Вот это 8-10 секунд. И советы экспертов по безопасности. Мы узнали, какие способы охраны жилья от домушников наиболее действенны. Во время полномасштабного втражения многие жители городов выехали или в западные регионы, или же вообще за границу. Их квартиры остались пустыми, и квартирные воры опять взялись за свое дело. И сегодня мы будем разбираться, как уберечь свое жилье в условиях военного положения, как найти охрану получше, какие двери и замки надежные, какие ненадежные, и как сделать так, чтобы вашу квартиру не обнесли. Правоохранители выезжают на дежурство. Почти сразу уже тревога. 5-5 разумеется, 2-60 разумеется. Сработала сигнализация, поэтому полицейские спешат на место. Прибытие по вызову составляет от 3 до 5 минут. Каждый наряд отвечает за свою часть города, то есть сектор, координация с пульта. На этот раз тревога ошибочна. Так бывает, сигнализация может сработать из-за домашних животных или штор, двигающихся от ветра. Но это редкость. Сейчас воры вновь начали активно работать. Притом, говорят в полиции охраны Киева, что сразу после полномасштабного вторжения краж вообще почти не было. Количество квартирных краж по городу Киева приближалось к 2300 фактам. Это за 2021 год. Раскрытие, то есть вручение подозрений по данным фактам, 20% от количества. Если мы говорим за 2022 год, то это почти в два раза меньше. В военное время воры стали более изобретательны. Иногда случаи просто как детективы. Бандиты сняли соседнюю квартиру, вырезали в смежной стене отверстие и среди бела дня, подогнав бус, вынесли всю мебель. А иногда слишком самоуверенный и беспечный. Грабитель, услышав, что мы приехали, залез в шкаф. Мы его из шкафа купе и доставали. Война упрощает домушникам задачу, ведь вычислить, хозяин ли дома, для них несложно. Работают по привычной схеме. Сначала находят квартиру или дом, где давно никто не живет. Грабители используют зубочистку или спичку. Очень просто. Вставляют между дверью и косяком. Если дверь открыть, то она выпадет. Соответственно, если она несколько дней не выпадает, значит в квартиру никто не заходит и не выходит. То есть она пустая и ее можно брать. Далее дело техники. Никакой сложности нет залезть в то окно. Ни решетки, ни ралета нет. На кондиционер, по трубе и ты в квартире. Но возможно ли в такой ситуации свое имущество защитить и главное как? Прежде всего на пути злоумышленников нужен барьер. Поможет только бронедверь, потому что никакая деревянная не спасет. Ее взломают с помощью обычного топора. Впрочем, и броня не всегда надежна, ибо вскрывают не ее, а замки. И владельцы жилья говорят, продавцы на них частенько экономят. Он переламывается, он взламывается. Здесь нет системы антибампинг. Такой замок. Человек, который захочет его взломать, ему хватит до двух минут. Наши эксперты советуют больше обращать внимание на вот такие замки. Они утверждают, надежнее. Сравните сами. Здесь система защиты есть от взлома. То есть есть штырь. Это будет защищать от взлома. Хороший замок сейчас стоит у тысячи гривен. Он имеет большей степени защиты от манипуляций, усиленную сердцевину из более лучшего металла и усилитель, чтобы его нельзя было разломать. Также более сложную систему насечек на ключе. Процентов 90 замков открываются все. Вопрос времени. Он знает, как открыть практически все. И это демонстрирует прямо на парковке, на примере моего автомобиля. Он видит его впервые. Только посмотрите, я специально запускаю секундомер. Поехали. Минута 28 секунд. Я не успею еще от парковки домой дойти, а он уже на моей машине уедет. Дмитрий 10 лет занимается аварийным открытием замков. И чтобы убедиться, что любой, а не только автомобильный, для него не проблема, я достаю свою ключницу. Здесь разные ключи от разных замков. Дальше без комментариев. Полторы минуты до десяти минут. Вот это 8-10 секунд. Повозиться нужно до 30 минут. 4-5 минут. Без всякого взлома, без повреждения. 5-10 минут. Но если даже хороший замок не защита от вора, то что тогда? Совет номер 2. Устанавливайте систему сигнализации. И ставьте жилье под охрану. Желательно государственную. В полиции охраны говорят, справятся с чем угодно, потому что имеют все права по закону. У нас есть все полномочия полицейских. Мы работаем круглосуточно, в комендантский час также. Это вооруженные представители полиции. Здесь дорога каждая минута, иначе время будет работать на вора. Они квартиру за минуту так перерывают и находят все, что нужно. Такое впечатление, что они жили в этой квартире. В выборе сигнализации также немало нюансов. Нужно, чтобы она покрывала все пути к жилью. И дверь, и окна. Но, в отличие от стоимости охраны, которая не очень-то высока, от 400 гривен в месяц, хорошая охранная система потянет немало. Средняя стоимость оборудования для среднестатистической квартиры будет составлять от 8 до 10 тысяч гривен. Есть еще одна деталь, которую нужно учесть во время войны. Ставить необходимо такие системы, которые будут работать и в блэкаут, то есть без света. Здесь уже есть аккумулятор, позволяющий при обесточивании объекта еще на 15 часов держать охраняемое помещение. А вот автомобиль от воров обычная сигнализация не спасет, говорит эксперт по электронному оборудованию Денис Юзефев. Машину, как квартиру, не подключают очень часто к центральному пункту охраны. В автомобильных сигнализациях сигнал брелка к машине можно отследить с помощью граббера и подобрать код. В случае квартирной сигнализации применяется GPRS-сигнал, то есть система на пульте пишет, что нет связи с прибором, и группа выезжает. Впрочем, и здесь есть выход, говорят специалисты. Новейшая спутниковая сигнализация, но вот ее стоимость буквально выходит на орбиту и может достигать нескольких тысяч долларов. Спутниковая сигнализация, она самая современная, но и самая дорогая. Действует на любое расстояние благодаря спутниковой связи. Всегда можно отследить авто. Так или иначе, спасение вашего имущества в ваших руках. 100% неуязвимым для преступников его не сделает никто, но усложнить в рам работу можно. Причем так, чтобы они такое жилье обходили стороной, потому что время для них очень важно. Сергей Костич, специально для телемарафона, на канале Freedom.